И снова здравствуйте, мои телезрители канала Фонтова и, конечно, подписчики моего канала Голова Садовой тетя Таня. Сегодняшняя тема огурцы, и мы их выбираем осенью. И я вас всех очень прошу, поторопитесь с выбором семян. Они уже поменялись, они уже те, которые нам надо. Количество огурцов, представленных торговыми организациями, превышает желаемое количество. Поэтому мы очень разумно к этому подойдем. Что вы хотите? Огурцы длинноплодные, короткоплодные, плодоносящие без ограничения роста, плодоносящие в парнике, в теплице. Вот вы это точно должны знать. Определитесь для начала именно с этими параметрами. Значит, есть огурцы на белом свете, и они делятся всего на два типа плодоношения. Те, которые будут расти без ограничения и плодоносить все время, и те, которые будут как бы иметь ограничения в плодоношении. И плодоносят они, вот как это ни странно, на боковых побегах. Только тогда мы их увидим очень-очень в большом количестве. Но что же это все-таки значит? Вот помните, да, такое выражение? Огурец надо прищипнуть на пятом шестом листе. Вспомнили? Мы всегда говорим об этом, когда речь идет о огурцах, которые растут на почти открытой земле. То есть в парнике, прикрытые либо пленкой для начала, либо укрытым материалом. Значит, эти огурцы плодоносят вот по типу своему на боковых побегах. А чтобы боковые заставить их выбросить пораньше, мы же в Сибири живем, у нас же нет такого лета, у нас в ноябре уже снег, вот так вот. Поэтому мы макушечку на пятом шестом листе отрываем. И из пазухи трех-четырех листьев развиваются боковые побеги. Именно там собран урожай. А если боковой побег на восьмом-девятом еще раз отщипнуть, и еще появятся боковые, еще более усыпанные огурцами. Вот в чем разница. А огурец, который предназначен для теплицы, растет в один стебель, и его урожай собран на центральном стебле. Его нельзя прищипывать. Тогда у нас огурцов совсем не будет. Вот чуете разницу? Вот запомните это, пожалуйста. И вот ориентируясь на два типа плодоношения, либо на центральном, либо на боковых побегах, вы выбираете себе, естественно, огурцы. А там уж какие хотите. Хотите длинные, хотите короткие, хотите сладкие, хотите белые, черношипые, белошипые. Ой, там характеристик вот сколько. Значит, как же все-таки выбрать по каким признакам, куда относится этот огурец. Вот снимаем огурец мозаи. Это, кстати, Челябинск, да, замечательная вещь, и мы смотрим, что написано на обратной стороне. Так, один из первых современных отечественных короткоплодных партийнокарпических в теплице, партийнокарпики. Это слово означает самоопыляемый. Значит, гибридов с одновременным наливом нескольких плодов, до 6-8 на растения без потери их товарных качеств и т.д. Вот, да, дальше ничего не написано. Толерантинг ложной мучнистой растения и корневым гнилям. Вообще должно быть написано так. Огурец мозаи F1 предназначен для выращивания первое в защищенном грунте. Дальше идет пленочное укрытие, а потом идет уже открытый грунт. Да, он может вырасти и в открытом грунте, только прищипывать его не надо на 5-6 листе, потому что он будет у вас и в парнике все время расти макушкой и все время рожать себе огурцы, то есть вам. Вот поэтому выбор, выбор он такой немножко сложный, но вы должны помнить, читая на пачке, должно быть понятно. Если это, например, ну, название, которое мне не очень нравится, мальчик с пальчик называется, то на нем должно быть написано скороспелый 3941, понятно, что он скороспелый и невысокорослый. Плоды корнишонного типа, да, приспособлен для выращивания в открытом грунте, весенних теплицах и тоннелях. То есть открытый грунт стоит первый, значит, он прищипывается, значит, он плодоносит на боковых побегах. Помните об этом. Вот не всегда написано, но выбирая приличную компанию, которая является и оригинатором, то есть селекционером, они сами выводят сорта огурцов и являются еще и торговой компанией, вы, конечно, не промажете. Вот они, любимчики, Пасадена, конечно, это же, это просто понятно, кто производитель. Гибрид среднеранний корнишонного типа от сходов до начала подношения, как хорошо написано, от всходов до всходов еще примерно неделя, а то и полторы. Значит, и так и считаем. Плодоношение 45-50 дней, прибавляем 5 дней, значит, 50-55 дней. Плод генетический без горечи, белошипый, силиндрический, 10-12 см, редко мелкобугорчатый, со сложным опушением. Но даже эта компания не пишет, для чего он предназначен, для какого выращивания. Могу сказать, что серия очень большая, Пасадена, Пасамонте, Пасареба, Пасалиму, Пасадобль, это все, вот это великолепная серия. Да, они дорогие, но какие там огурчики, сладкие, либо шипованные, либо бугорчатые, в засолке, в салате, они просто великолепны. И разобраться в них тоже достаточно просто. Если уж на пачке не написано, перепишите себе все, что вам понравилось по описанию, придите домой, откройте интернет или попросите детей свои. И наберите Россия, госреестр, огурцы индетерминантные, то есть растущие, без ограничения, которые не прищипываются. Выпишите себе все, что у вас совпало вот с этим списком. А потом наберите огурцы детерминантные, те, которые прищипываются, которые на боковых плодоносят. И перепишите себе все, что вам понравится. Придете в магазин и только потом купите. Вот ваша задача не ошибиться, потому что есть масса огурцов, которые, знаете, ни вашим, ни нашим. Вроде как они везде растут, но не совсем так. Если везде растут, если они все-таки должны прищипнуться и боковые выбросить, они, может, и сами это сделают. Вопрос только большой. Когда они это сделают? Когда у нас лето кончится? Есть же огурцы, где срок их созревания написан 52-65 дней. Да елки-иголки, это же почти 3 месяца практически. Так, ну, учитывая посев, да, всходы, получается 3 месяца, 90 дней. У нас столько нету времени. Нам же надо еще поесть, да, почистить организм, замалосолить, замариновать. Ну, времени столько, правда, нет. Поэтому выбирайте огурцы очень разумно. Длинноплодные все годятся для салатов. Когда они такие маленькие, они годятся и для засолки. Ваша любимая зазуля, ну, это, правда, колбаса, бывшая по 2,20. Я такие огурцы не очень люблю. Предпочитаю китайские змеи. Правда, очень хороши. Попробовала в этом году китайский фермерский. Не понравился ни по цвету, ни по вкусу. Он какой-то пустой. Среди огурцов длинноплодных есть такие вот китайские, жароустойчивый, хладоустойчивый. Это целая серия огурцов. Поэтому, ну, выбор за вами. Вот, кстати сказать, садила один раз Кристину, потом мне попались старые семена, невсхожие. Но этот огурец был потрясающий. Огурчики, как пальчик, не перерастают. Их такое огромное количество было, что я даже, честно сказать, глазам не поверила, что это на моих плетях такое количество огурцов. А вот что тут написано? Раннеспелые, 40-45 дней. Ну, не такой уж ранний, плюс еще от посева до всходов. Значит, партинокорпический, самоопыляемый для открытого и защищенного грунта. Для открытого. Значит, не прищипывается. Защищенного стоит вторым словом. Вот. Не прищипываются, но будут расти и в теплице, потому что у них все-таки не так сильно развиты боковые побеги. Чем отличаются тепличные? Да потому что там не посадишь то, что даст боковые побеги по, извините, 2-3 метра. Где же их там поместить? Как их вообще подвязать? Это же невероятно просто. Поэтому, подбирая огурцы, помните, и еще очень важное, помните о том, что если вы выбрали для теплицы партинокорпический, то есть самоопыляемый, там ни одного огурца, не должно быть пчелоопыляемого, потому что иначе все ваши огурчики станут очень и очень горькими. Ну, на этом я хочу закончить. Право выбора всегда за вами. Это мы выбираем, это не нас выбирают торговые сети. Поэтому очень внимательно, чтобы не промазать. Когда сезон кончится, огурцов нет, тогда это просто печально. А на душе всегда скребут кошечки, потому что огурцы не удались. Ну, всего доброго вам и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова